Традиция крещенских погружений в проруби и купели в ночь на 19 января возникла в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан. Считается, что в этот день вода в реках, озерах и других водоемах становится святой и приобретает целительные свойства. Поэтому горожане спешат окунуться в прорубь. Одни смыть грехи, другие укрепить здоровье. Однако даже истово верующие люди, имеющие проблемы со здоровьем, должны придерживаться некоторых рекомендаций врачей. Об этом в следующем материале. В Твери возле специально оборудованной купели в течение дня будут дежурить служба спасения и скорая помощь. По традиции в этот день нужно трижды окунуться в купель с ледяной водой. Считается, что этот ритуал помогает духовному очищению. С другой стороны, это еще и закаливание. Процедура стимулирует иммунитет, а еще тренирует сосуды и даже поднимает настроение. Если организм тренированный, он может перенести это купание легко. Тем более, если он занимается моржеванием. Первое правило крещенских, да и любых зимних водных процедур, это то, что в ледяную воду окунается только здоровый или, так или иначе, подготовленный человек. Пару минут в купели могут обернуться долгими неделями на больничной койке. Поэтому, прежде чем лезть в прорубь, нужно здраво оценить возможности своего организма. Стоит отложить до следующего года этот ритуал тем, у кого простуда или же признаки инфекционного заболевания. В этом случае холодная вода не исцелит, а лишь добавит тяжести к течению. Также отмечают врачи, человек, решаясь на купание, может быть в инкубационном периоде при гриппе или ОРВИ. Эффект от процедуры будет тот же. Долгий больничный. Опасно лезть в воду несовершеннолетним, беременным и пожилым. Кто болеет хроническими заболеваниями, это заболевания сердечно-сосудистые, у кого есть сложная аритмия, ишемическое болезнь сердца, различные заболевания печени, сахарный диабет. Все это, конечно, лишний такой стресс для организма и лишняя, как говорится, угроза для декомпенсации заболевания. Но мы все-таки боимся людей больше травмы в эти дни, потому что купаться надо там, где все это оборудовано. Действительно, еще одна опасность купаний – места, не предназначенные для этих целей. Самодельные купели, проруби и так далее. Это риски получить не только ангину, но и переломы, или вовсе уйти под лед. Ведь на оборудованных местах дежурят спасатели и медики, а здесь надежда только на один авось. Как говорится, на бога надейся, но и сам не плашей. Спасибо.